МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Станиславский решает исследовать неблагополучный столичный район Хитровка. Но в одиночку ему это точно не по силам. Так что Станиславскому приходится обратиться за помощью. Что представляет собой новая картина Карена Шахназарова? Хитровка «Знак четырех» – это ретро-детектив, в котором реальные исторические личности расследуют таинственные преступления в Москве начала 20 века. В основе сюжета – повесть Артура Конандуэля «Знак четырех» и репортажи прославленного московского краеведа Владимира Гелеровского. Он, к слову, в исполнении Михаила Пореченкова – один из главных действующих лиц Хитровки. В компании Константина Станиславского, которого играет Константин Крюков, и загадочные княжны Анфисы Черных. Основная фабула остается неизменной. Некий господин привез из Индии сокровище, украденное из дворца Раджи, во время антибританского восстания. Спустя годы на его след вышел один из бывших подельников, который при помощи карлика из дикого племени каннибалов Сандаманских островов пытается добраться до похищенной реликвии, оставлять за собой след из трупов. Разница в том, что вместо гения дедукции Холмса и военврача Ватсона последуют два дилетанта. Режиссер сразу подчеркивает различия между главными героями. Станиславский носит на крахмаленной рубашке, пьет французское вино и обедает изыскиными деликатесами. А Гелеровский одевается лишь немногим лучше бандитов с Хитровки, в чьей компании он привык проводить время, и в дорогом ресторане пытается заказать щи со сметаной, холодец и водку. К сожалению, разные вкусы и темпераменты персонажей не приводят к противоречиям и никак не работают на сюжет. Отношения между режиссером и репортером не имеют динамики. В начале истории они относятся друг к другу с безразличным уважением. Точно так же все остается в финале. У Гелеровского и Станиславского мало точек соприкосновения, они практически не взаимодействуют, из-за чего между персонажами не возникает той химии, которая как воздух необходима этой истории. И тем не менее, хоть фильм Шахназарова старомоден, и, конечно, не может считаться какой-то новой интерпретацией классических произведений. В нем нет ни динамичного монтажа, ни анахронизмов, и стилизации, модного саундтрека и креативного дизайна. Зато есть невероятно детализированные декорации и костюмы, а главное теплая и ламповая атмосфера детективов Конан Дойля. Хитровка знак четырех является тем фильмом, на который можно сходить в кино. Здесь есть приключения, неожиданные сюжетные повороты и запоминающиеся герои. Как по мне, то причин для просмотра предостаточно. А сейчас я предлагаю вам знакомиться с трейлерами фильмов, которые стартуют сегодня в Югорском кинопрокате. Это мультфильм «Три разбойника и лев» и комедия «Мой пес Руни». Ночью в мою лавку забрались воры. Давно уже надо было их арестовать. Как я их арестую? У них же лев. А тебе, киса, пора спать. Должны убедить ее взять собак. Что бы ни случилось, иначе нам конец. Как срочно нужно найти дом для Руни? Я даже не знаю, правильно ли это. Улыбочку, сейчас вылетит птичка. Ты чего? Тебе тоже стоит попробовать. Это такой мохнатый антистресс. Если вы не согласны со мной и хотите обсудить новые фильмы, оставляйте свои сообщения на страницах программы с 7 до 10 в социальных сетях. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok